Так давайте выясним, что из сказанного Рейганом бесповоротно устарело, что изменилось, а что еще осталось неизменным, тревожащим и угнетающим нас. Начнем с проблемы выездов и запрета путешествия. Это московское лето было жарким, и легко представить, каким изнурительным было стояние в очередях. В очереди наша перманентная беда стала настойчивой темой газетных обсуждений, и все-таки очередям и толпам международных касс аэрофлота мы поначалу обрадовались. Но посмотрите, сколько людей отправляются в зарубежные путешествия. Но потом, ну впрочем, об этом позднее. Сначала побываем в УВИРе, управлении ВИЗ и регистрации. Ведь репортажи из учреждения, которые еще недавно в Москве называли «домом отказов», тоже нечисты на нашем экране. Экранное время, как известно, не совпадает с реальным. Оттого, быстрая смена кадров не раскроет горький смысл названия комнаты в зал ожидания. Зато в кабинетах работников УВИРа вы сразу обнаружите новизну и обстановки, и происходящего. Торжественный момент. Да, торжественный момент. Очень приятно. Очень приятно. Начинаем здесь вновь расписаться за получение ВИЗ, потому что вам разрешен выезд на постоянное жительство Израиля. Для сможет благожа у вас, выставляешь, у нас шереметьевская таможня. Отлично. А почему вы едете? Почему я еду? По двум причинам. Во-первых, потому что я еврей. У меня есть своя страна обетованная, из государства Израиля. Я, конечно, мог сказать, что у меня живет там дедушка с бабушкой, поэтому это может сразу было свести мой личный случай к воссоединению семей, но я хочу сказать более общее. Не могу говорить о лицах всех евреев, безусловно. Я говорю от себя лично, что, безусловно, с одной стороны, я еду к своим дедушкам с бабушкой, с другой стороны, у меня родители пока остаются здесь, но не это самое главное для меня. Для меня самое главное то, что я хочу жить у себя, на родине. Я не ощущаю, что здесь Советский Союз моя родина. И не потому, что я. Не потому, что я лично вот такой вот, видите ли, отщепенец, не хочу признавать, что существуют здесь порядки. А потому, что, в первую очередь, не хотят меня. Потому что я начать с того, что Юрий не может стать генеральным секретарем ЦК КПСС. А меня, в принципе, в принципе, не устраивает та страна, где я не могу занимать теоретически, чисто теоретически, высший пост. Я не верю, что молодой музыкант...